В Москве построен очень большой центр, новая совершенно инфекционная больница, тоже с нуля, большая очень и в очень короткие сроки. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно сегодня строители сдали объект медицинским работникам. Это одна из крупнейших вообще в стране инфекционных клиник, которая построена не только для сегодняшней ситуации, но и будет служить десятки лет. То есть это по большому счету капитальный объект, оснащенный всей необходимой инфраструктурой. Стояла задача в максимально короткие сроки создать новый ультрасовременный медицинский центр, который будет бороться, спасать жизни людей, заболевших от коронавируса. И задача это выполнить. Сейчас начался подготовительный период разработки площадки. Мы начали строительство временных подъездных дорог, потому что это очень важный этап, для того, чтобы мы могли подтащить технику уже к основным зонам строительства. Порядка 150 тысяч кубов необходимо будет убрать, потому что это было сельскохозяйственное поле. Рельеф его не позволяет нам пока обеспечить необходимые уклоны для канализации, для инженерной коммуникации, для ливневых истоков. Поэтому мы должны выровнять площадку, заменить сельскохозяйственный грунт на грунт строительный. На это сейчас брошены все силы. По состоянию на 14 марта мы наблюдаем очередной отвал грунта. Это растительный грунт, он будет размещен на специализированный полигон. На нем строительство запрещено. Мы доходим до грунтов, отсыпаем песок, щебень и после чего возводим уже непосредственно здание, чтобы возвести несущие способности здания. Растительный грунт не имеет несущих способностей, на нем строительство запрещено. Дороги для стройки – это кровеносная система, без которой невозможно функционировать, начинать. Чтобы пробиться до блоков, где строить инфекционные центры, невозможно было проехать поле. Любая техника просто провалилась. Первые машины, которые начинали работать, это вездеходы, трехосные вездеходы. С помощью их сделали отсыпку временных дорог, и только тогда уже пошла остальная техника. Буквально в течение 7-10 дней состава задача расширить Калужко-шоссе, чтобы могли были принимать потоки грузовых машин, сделать временные дороги для площадок для строительства блока А, Б и В. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была произведена срезка растительного слоя, потому что тут сельскохозяйственное поле, и это вызывало необходимость для устойчивой дороги. Для обеспечения строительства и беспрерывной доставки материалов выполняется устройство временных дорог. Конструкция временной дороги практически схожа с постоянной, но, скажем так, с меньшей толщиной песчаного основания. То есть также снимаем 30 сантиметров растительного слоя, отсыпаем песчаное основание и дальше щелёночное основание. Все временные дороги сделаны так, чтобы составлялось кольцо. То есть машины с грузами заезжают, разгружаются, уезжают. И не устанавливать доставку материалов. Временные заезды, вот, первый, второй, третий, четвёртый, они все пронумерованы, стоят люди здесь. И для обеспечения постоянного движения техники доставки материалов, движение всё по стройплощадкам происходит в ручном режиме. То есть подрядчик называть такой конкретный, ему сейчас материал срочно нужен, он из общей массы вытаскивается и оперативно подаётся на стройплощадку. Там постоянно дежурит дорожный патруль ЦОДД, в количестве 9 экипажей днём и 5 экипажей ночью. На участке Калужского шоссе с помощью дилинеатора выделена выделенная полоса для строительной техники и подвоза грузов к месту строительства. Мы ведущих строителей Москвы пригласили, они с удовольствием вызов этот приняли, сроки на себя взяли эти. Они чётко понимали, здесь эта стройка для них, это не то место, где они зарабатывают, это то место, где они должны совершить подвиг в кратчайшие сроки, доказать России и миру, что строители Москвы могут реализовать этот проект в кратчайшие сроки и с наивысшим качеством. До этой стройки мы уже год со всей России собирали, со всего мира собирали крутейших технологов. До этого вся наша команда объехала весь мир. Мы были в Штатах, в Европе, мы везде были, в Азии были. Мы посмотрели все современнейшие клиники, мы знаем все технологии, которые в мире есть. И благодаря вот этому накопленному опыту, когда была поставлена задача, буквально за пару-тройку дней мы здесь с технологом собрали это всё кучу, потому что знания уже накоплены, большие были. До этого мы уже в Москве в активной фазе проектирования находились в двух крупнейших инфекционных больницах. И поэтому вся ребята, команда проектировщиков, технологов, они были готовы к этой задаче. Мы применяли комплексную программу BIM-проектирования, чтобы можно было сразу видеть расположение всех инженерных систем в пространстве, не учитывая конструкции здания. Составлена целая такая мощная бригада, которая работает и днём, и частично даже ночью сопровождает данное строительство, потому что, так как стройка идёт круглосуточно, вопросы возникают у строителей и днём, и ночью. И по этому поводу мы всегда готовы на эти вопросы оперативно отвечать. Сейчас задействовано более 500 единиц техники. Более 2000 человек находятся сейчас именно на работах по подготовке территории. Параллельно ведётся работа штаба по размещению заказа, по изготовлению металлоконструкций, по изготовлению инженерного оборудования. Сейчас мобилизуются по всему городу Москве, мобилизуются лучшие компании строительные. У нас порядка 400 проектировщиков участвуют в ежедневном режиме в проектировании объекта. Это абсолютно все специальности и проектные, включая технологов. Дальше строители. Также вы можете наблюдать все строительные проспесии здесь задействованы. Кроме строителей, которые на площадке, у нас участвует огромное количество поставщиков. То есть все люди, обеспечивающие строительную деятельность, они здесь принимают самое непосредственное участие. И самое главное, что они это делают в большом количестве и в очень интенсивном режиме. Ведётся широкомасштабная работа, связанная с подводкой коммуникации. Необходимо протащить газ, протащить сюда кабельные линии, построить котельную, сделать внутреплощадочные системы. Приходится идти не только по чистому полю, проходить проколами порой по 300-320 метров под ручьями, реками, под дорогами, которые идут к садоводческим товариществам. Мы с вами на участке прокладки газопровода высокого давления 6 атмосфер. 500-миллиметровая полиэтиленовая труба со специальной степенью защиты для того, чтобы исключить какие-либо повреждения, что продлевает существенный срок её эксплуатации. На сегодня уже проложена, вся трасса проложена. Где-то уже на более 5 километров из этого участка уже труба лежит в земле и закопана. Такая магистраль в среднем проект организации строительства со всеми этапами, со всеми контрольными мероприятиями – это больше года. В этом месте, вы видите, произведён прокол. Здесь проходит газопровод высокого давления 55 атмосфер. По ним мы прошли проколом, проложен уже протянут футляр. И в сторону медицинского центра уйдут две трубы 225 миллиметров высокого давления 6 атмосфер. И они как раз-таки придут на тот энергоцентр, который АОМОСГАЗ строит сейчас в ускоренном режиме. Эти трубы с высоким сроком службы – это более 40 лет. То есть не требуется специализированная электрохимическая защита, они не подвергаются коррозии. Сейчас мы с вами стоим на основании одного из двух резервуаров питьевой воды. Рядом со мной вот это уже каркас станции водоподготовки, и вода питьевого качества будет подаваться на объект. Здесь сочетаются наши самые последние технологии, которые мы внедряем по Троицкому и Новомосковскому округам. Это бурение скважин, установка двух резервуаров в поле и организация водоподготовки здесь же. С инженерами мы расписали каждый участок. Мы поняли, какое количество народу нужно. Мы собрали порядка 70 экскаваторов, объединили только рабочих порядка тысячи человек и собрали порядка 150 единиц инженеров ИТР линейного, которые сопровождали эту стройку. Пришлось мобилизовать 24 организации строительных, которые совместно объединились в одну единую команду под моим руководством. И мы построили за 25 дней 44 километра сетей. В настоящее время производится строительство постоянной дороги для подъезда к корпусам с Калужского шоссе. Ширина дороги 9 метров. Для ее устройства была произведена срезка растительного слоя 30 сантиметров толщиной. И дальше отсыпка насыпи. Высота насыпи в среднем составляет 1,6 метра. У нас сейчас уже работает на объекте 5 тысяч человек, более 1200 единиц техники. Мы одновременно развернулись по всем площадкам строительства. Мы строим очень насыщенный, очень высокотехнологичный, мощный медицинский комплекс, который будет готов оказывать помощь медицинскую самым тяжелым больным. За этот короткий срок нам удалось, в общем-то, сделать все временные дороги. Практически мы их закончили. Подъездные дороги дополнительные, чтобы улучшить логистику. Вот в воскресенье мы заканчиваем залив уже всех фундаментов. Закончена вертикальная планировка. На сегодняшний день уже, вы видите, здания возводятся. И параллельно мы с понедельника приступаем к монтажу внутренних инженерных систем, к отделочным работам, чтобы уложиться в указанные сроки. Наша задача уходит в выполнение бетонных монолитных работ, сборка металлоконструкций, монтаж-сендвич-панелей и, в принципе, сдача двух корпусов полностью подключена. Сейчас выполнены бетонные работы по устройству монолитной плиты и приступили к устройству металлоконструкции. Эти конструкции, они достаточно долговечные. Я думаю, это не один десяток лет, потому что конструкции сделаны на монолитной бетонной плите. Серьезные металлические конструкции, сэндвич-панели хорошие. Все металлоконструкции изготовлены на заводах нашего концерна. Буквально за 7 суток включились в работу все, понимая, какая ответственность стоит перед нами. И 550 тонн доставлены уже на объект. Выполняется работа по заведению металлоконструкций, монтажу сэндвич-панелей, стеновых, кровельных, внутренние перегородки, дверные проемы, окна и вся инженерная начинка. То есть водоснабжение, тепло, водоотведение. Несколько блоков мы строим. То есть патологоанатомические, блок лаборатории, обработки транспорта, ремонт транспорта, утилизация отходов, прачечная. На данный момент монтируется фундамент с ЖБ-блоками. Корпусы состоят из двух секций. Размеры у них 17 на 64 одной секции. Мы находимся сейчас на Новохохловском заводе, на котором производятся внутренние стены и перекрытие как раз для этого корпуса. Само производство начинается с материалов, которые мы получаем автомобильным транспортом на сегодня и частично железнодорожным транспортом. Все эти материалы поступают в бетонно-смесительные цели. Там происходит перемешивание и дозировка самих материалов, которые в итоге получают бетонную смесь. Бетонная смесь подается на все линии специальными кюбелями. Называется адресная подача. Есть специальная машина, называется бетонный укладчик, на котором происходит укладка бетонной смеси. Саму форму после этого заглаживается поверхность. Изделие передается в камеру тепловой обработки. И через 14 часов выходит готовое изделие. Для корпусов проживания медицинских работников инфекционного центра наш завод должен выпустить наружные стеновые панели и внутренние стеновые панели в объеме более тысячи штук. Ритм конвейерной линии 18,5 минут. Сегодня ночью мы с первой партией панели уже поедем на строительство корпусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Руку поднимите, ребята. Мне скажите, руку поднимите, кто не готов выполнить задачу в поставленные сроки. Уверяю вас, мы все равно ее выполнены даже без вас. Вот даже не сомневайтесь. Фиксируем. Руку никто не поднял. Мжи-кей, я на вас надеюсь. Когда закончите? Добрый день, коллеги. Стройка продвигается в круглосуточном режиме. Произведена полная мобилизация всех сил. Только на строительной площадке работает более четырех с половиной тысяч человек. Сейчас посмотрим, как рядом идет строительство новой инфекционной больницы. Работают ударными темпами. Ее обещали возвести за месяц. И уже многое сделано. Строительство инфекционной больницы в Новой Москве идет вовсю. Мы можем свидетельствовать, что масштабы грандиозные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоит внутри блока реанимации. Сейчас ведутся уже на данный момент работы по внутренней отделке. Полностью завершены монолитные работы по устройству с фундаментами. Работы по монтажу металлоконструкции, оборудование сэндвич-панелей, кровель, стен, подшивного потолка. Сейчас установлен каркас внутренних перегородок. Данный каркас будет отшиваться двойным слоем. Первый слой будет идти у нас ГКЛ. Второй уже будет идти ламинированный слой с чистовой отделкой. То есть здесь упрощена система отделочных ворот в части дополнительной прокраски. По стяжкам мы также ушли от мокрых процессов, перешли полностью на сухую стяжку, чем сократили технологические циклы производства работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в блоке А. Выполняются работы по монтажу инженерных систем. Отдел общестраительной работы, огнезащита здесь уже завершены. Сейчас идет монтаж дверей и идет монтаж инженерных систем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в здании, которое впоследствии будут проживать до 150 сотрудников медицинского центра, каждый из которых будет жить в двухместной комнате со всеми удобствами. И наша задача построить этот объект в самые короткие сроки. Максимальный технологический цикл монтажа здания укладывается в 7, максимум 8 дней. При этом внутри выполняется полный комплекс работ. Учитывая сжатые сроки и задачу заселить медиков как можно быстрее, мы по ходу монтажа делаем то, что в практике встречается достаточно редко. Вы видите, что мы еще не перекрыли перекрытиями последний этаж. Внутри у нас уже произведен комплекс работ по шпаклевке и подготовке поверхностей, которые позволят сразу же после того, как мы накроем перекрытиями этаж, заводить сюда отделочников и выполнять финишные строения. На строительный объект приезжает контейнер, санитарно-техническая кабина, которая полностью укомплектована. В данной части мы видим всю разводку, и нашим специалистам по электромонтажным и сантехническим работам остается только в заданных местах точно подключить и собрать систему. Уже через пять дней после подписания контракта мы совершили первую поставку модульных сантехнических кабин. У нас монтируется еще второй этаж, но на первом этаже мы видим стены, подготовленные к финишной окраске. Мы видим, что у нас практически полностью собраны все инженерные коммуникации. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Сейчас мы с вами находимся на станции водоподготовки. Это составная часть комплекса по добыче воды из скважины, водоподготовки как таковой и подачи в разводящую сеть объекта. Комплекс состоит из трех скважин. Суммарный объем добываемой и обрабатываемой воды – 1250 кубических метров воды в сутки. Столько, сколько необходимо для водоснабжения объекта и вспомогательных структур. С учетом того, что в данном районе известны горизонты, на которых располагается подземная вода, качество воды достаточно хорошее в скважинах, но тем не менее мы обязаны довести воду до норматива питьевого качества. Субтитры подогнал «Симон» С нами была определена концепция, схема электроснабжения данной площадки. Было определено два питающих центра. Первый питающий центр – это основное питание идет от подстанции Былова. И второй питающий центр – это резервное питание под станции Лебедева. Длина трассы составляет 21 километр, в две линии – 42 километра. У нас монтировано семь трансформаторных подстанций, шесть из них по 1250 киловатт и одна трансформаторная подстанция по 630. Строительство в Бороновской больнице перешло в следующий этап, в следующую стадию. Основные строительные монтажные работы, большинство корпусов закончены. Мы находимся в одном из лечебных корпусов блока А. На сегодняшний день, как вы видите, завершена отделочная работа и ведутся пусконаловочные работы инженерного оборудования. Мы с вами находимся практически в готовой палате. Так она будет выглядеть. Здесь уже смонтировано медицинское оборудование, медицинские консоли, кровати. Вот именно в таких помещениях будут находиться пациенты. В каждой палате отдельный вход с улицы, там где будут отвозить их на каретах скорой помощи и доступ прямой в палату. Мы находимся в одной из палат блока реанимации, четвертого блока. Это одна из самых первых палат, которая сейчас у нас построена. Она рассчитана на шесть койко-мест. Из каких-то особенностей, дополнительных инженерных решений, выполнена уже также у нас система вентиляции. При обычном монтаже система вентиляции разводится в коридоры и под потолочным пространством она разводится непосредственно в помещение, либо в кабинеты. Здесь принято одно, так сказать, из инженерных хитростей или решений. Все инженерное оборудование у нас убрано в запотолочное пространство, что позволило нам сократить расстояние между перекрытием и потолком и вывести под диффузорными решетками вентиляцию, приточную вентиляцию помещений непосредственно под потолочное пространство чердачного помещения, непосредственно сразу сделать опуски в палат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть фактически параллельно, параллельно мы завершаем выполнение работ по прокладке коммуникаций инженерных сегодня и завтра. И уже приступили к благоустройству. Будут высаживаться деревья, будут ставиться элементы оформления и так далее. То есть мы находимся на финальной стадии. Фактически меньше месяца прошло и мы возвели огромный колоссальный объект, которого, еще раз говорю, аналогов такого строительства в России, да и в мире, наверное, еще не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она построена по всем медицинским требованиям. Она в этом уникальна. Она самая большая. Она имеет больше всего сейчас реанимационных, настоящих реанимационных коек. Она имеет, единственная в России, имеет возможность одномоментно перенаправить работу простых палатных коек на реанимационные. Она в полной мере использует совершенные методы очистки воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая главная особенность то, что она была возведена за месяц. Она сделана по принципу менцелевских боксов, как таковая. То есть это обычный принцип разделения потоков, принцип инфекционной больницы. По большому счету, вот какие особенности? Особенности от обычной – это принцип инфекционной больницы. Вот это, наверное, основная особенность. Но то, что люди здесь делают, это прям восхищает. Потому что за такое короткое время построить такой объект – это многого стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зампропускник – это не имеющая аналогов в России системы санитарного контроля. Рассчитанная для дезинфекционной обработки 1400 человек. Это две смены врачей по 700 человек. Здание разделено на 14 одинаковых отсеков по 100 мест каждого. С разделением на мужские и женские. Персонал заходит со стороны общей зоны, снимает личную одежду и проходит смежное помещение. Там принимает душ и производит смену одежды на внутрибольничный комплект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас с вами находимся в кабинете компьютерной демографии. И в условиях пандемии коронавируса компьютерная демография оказалась достаточно чувствительным методом для диагностики заболеваний лёгких. Демограф – аппарат достаточно современный, 128 срезов. Он позволяет проводить исследования как с контрастным усилением, так и без него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все знают, наверное, на слуху, улучшенная реновационная отделка. Вот в корпусах выполнена такая отделка. То есть мы понимаем, что врачи после тяжелых рабочих суток им нужно будет отдохнуть. И, конечно, им нужно создать комфортные для жизни условия. Поэтому мы постарались максимально это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы завершили свои работы строительные. Мы завершаем окончательное благоустройство территории вокруг медицинского комплекса и начнем демобилизацию нашей группировки по вывозу имущества, контейнеров, мест проживания, оборудования с площадки. Наверное, мало кто ожидал, что они способны. Почти за 4,5 недели, включая проектирование, изготовление материалов, конструкций, оборудование, строительство, проведение пусконаладочных работ, закупку и доскавку медицинского оборудования, задача была выполнена. Это был подвиг строителей, подвиг управленцев, подвиг людей, кто вообще был задействован в производство, в работу, в обеспечение деятельности строителей, в выполнении строительных работ. И я очень горжусь тем, что те люди, с которыми мы здесь работали, мы этот путь с ними прошли вместе. Такое сделать было невозможно. Но мы это сделали. Строители совершили подвиг. Теперь слово за медиками. Хотел поблагодарить строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые своим героическим трудом, я не побоюсь этого слова, создали в такие короткие сроки объект для того, чтобы обеспечить борьбу с коронавирусом, обеспечить здоровье и жизнь москвичей, граждан России. Спасибо всем. Ребята, ну что, мы поаплодируем или что мы здесь? Ура! Сергей Николаевич, это не ключ, но это более чем ключ. По такими лозунгами строители работали, понимая свою задачу, важность той работы, которую она проводит. Теперь слово за вами. Мы не подведем. Спасибо за что устроили, что вы действительно совершили подвиг. Теперь дело за нами, уважаемые коллеги. Мы не подведем. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!